Дорогие мои, ну время уже почти без 25.7. 25.7. Сегодня у нас 8 апреля. Значит, сегодня хочу поблагодарить Олега Ивановича и Станислава Викторовича. Станислава Викторовича. За поддержку канала. За поддержку канала. Вот Сарайков разговаривал, только что я, блин, ешь, ролик не снимал до завтра. Но сегодня делаем такой приятный, полезный ролик. Сюрприз будет в конце. Так, сейчас почитаю пару комментариев. Станислав пишет. Добрый день, дядь Гагик. В комплексе очень породистый вышел ролик. Поздравляю вас с таким результатом голубеводства. Подскажите, пожалуйста, у меня неприятность. Соседская собака смогла заскочить. Голубят не порвало трех голубок. Яйца одного из них очень хочу спасти. Много надежд было на этот вывод. Высидеть есть кому? Есть пара, которую снесли позже с пустыми яйцами. Есть еще две пары, которые сели одно время. Смогут ли они после вывода потянуть, наверное, по три, хотя бы одну-полторы недели. Дальше, думаю, я сам справлюсь. Так, значит, дорогой, та пара, которую позже снесла, если разница там, ну, пять, шесть, семь дней, они спокойно высидят. В общем, если посадишь под другими парами по три штуки, ну, это зависит непосредственно от голубей. Могут потянуть, а могут не потянуть. То есть, не всегда. Лучше, конечно, по той паре, если разница не очень большая, да, то есть не так, чтобы они сейчас несли, и ты под него подложишь яйца, и они этот, так, значит, Мирюжан, Гагик, добрый день. Ты, конечно, молодец, знаешь, Мирюжанал, ты смотришь в небо и узнаешь любого своего голубя на высоте. Ну, это же такой болезнь профессиональная. Так, Миша говорил, Гагик, добрый день, хороший ролик. Главное, чтобы те, кто его посмотрел, поняли, и что ты пытаешься до них донести. Самое удивительное, ты год в год объясняешь, голубей надо приобрести только после того, как увидели своими глазами, что голубь может. Но нет, люди хотят верить своим ушам, а не глазам. Самые верные слова, это, да, слова на все времена без лоха и жизнь плоха. Всем, кто прочитал мои комментарии, желаю всего самого наилучшего. И, конечно, здоровья во всем, всех его проявлениях. Мир, мир, голубям, небо. Да, к великому сожалению, это все продолжается. Да, доброе утро, дядь Гагик. Просто желание завести голубей перебивает здравый смысл. Особенно, если голубь еще и по масти понравился, плюс думают, что смогут их разгонять, научить, приучить, тому подобное. Мир, мир, голубям, небо, всем добра. Да, есть такое, если, говорит, бедняк потеряет надежду, что он разбогатеет, у него, говорит, разрыв сердца получится, сердце остановится. Все с надеждой думают, что там все будет хорошо, все замечательно. Мало кто хочет правду верить, понимаете. Ну, она же и есть такая, говорит, правда, матку режет. Поэтому, дорогие мои, поэтому, поэтому, еще раз. Хотите не мучиться, покупайте голубей с неба. Приходите к человеку, даже дарит этих голубей, но не показывает в небе. Не надо они вам, не нужны. Лучше идите покупайте. Запомните, да, там скупой платит дважды. Лучше идите покупайте, но зато вы знаете, что вы берете. Знаете, вы знаете, видите, как потянул. Тянет, 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 тянет. Вот. Да, оруди, а это вот красношейка. Пошел на посадочку. Да, лучше покупайте, дорогие мои. Но то, что вы видите своими глазами. Чем берите, чем берите то, что вам рассказывает, да, и объясняет, что это супер. Да, ну, значит, по поводу того, что, почему голуби бросают бой. Ну, я показывал, что это бред. Голуби не могут, бойные голуби не могут бросать бой. Понимаете? Бойные голуби, они не могут бросать бой после зимнего гона. Но есть другое. Есть голуби, которые сначала бьют, а потом бросают бой. Понимаете? И многие считают, что это бойные голуби, да. Ну, очень часто у нас живут. Ну, сейчас, особенно в последнее время, мы очень много видим голубей, щейки. В общем, да, особенно среди бойных голубей, щейки. И у них обязательно, это, да, там, белый хвост. Вот чистый белый. Вот как, вот видите, вот в этом чистый белый хвост. Нету ни гуски, ничего. Понимаете? Вот видите, вот щейка. Но гуска у него черная. То же самое среди черных бойных голубей. То есть, смотрим. Это, да, если, вот видите, даже, ну, вот смотрите, видите, белый гуски. Так, вот, да, копейного цвета. Видите, белый гуски. Или поджопник, или гуска. Это дикарь, да? Или поджопник, или гуска. Должна быть беловатая. Вот, видите, черная, вот там белый гуска. Видите? То есть, у них это должна быть, это чистота породная. Вот, видите? То же самое и среди шеек. Ну, там, скажем, так, отоперый, да, в воздушке. То есть, то же самое и среди это, да? Ну, сейчас же очень много голубей. Корпус вес белый. И печат щей. Вам никогда какие голубей-то не напоминают. Но их называют бойными. Не знаете такую породу голубей? Кстати, великолепные бетуны. Пермские грибуны. Очень многие ребята берут перских грибунов, паруют с нашими забивными голубями. Ну, как один великолепный селекционер говорил. Я, говорит, беру пакистанцы и парую с бакинцем. Пакистанцы долго летят. Ну, тайги, она имеет в виду. Пакистанцы долго летят. Бакинцы, говорит, бьют. В конечном итоге я получаю голубей, которые летают дольше, чем бакинцы. И бьют лучше, чем пакистанцы. Понимаете? Но на самом деле человек получает голубей, которые летают хуже, чем пакистанцы. И бьют хуже, чем бакинцы. Понимаете? Про это я много раз говорил. И еще раз говорил. Да, человек свои минусы преподносит вам, как плюсы. Но на самом деле у него минусы и минусы. То есть птица бьет хуже, чем родитель. Птица летит хуже, чем родитель. То есть у него никакого результата нет. У него отрицательный результат. И то же самое. Когда берут бойных забивных голубей, паруют с этими, с пельмиками, с грибунами, ну и песком выходит, начинает летать. Либо начинает летать и бить. То есть пока там ген одного родителя разыгрывается, переходит ген от другого родителя, этот голубь перестает бить. И то, что он перестает бить, это не из-за того, что там зимой вы его погляли. Нет, никакого отношения к этому не имеют. Его хоть зимой гоняйте, хоть весной гоняйте, хоть осенью гоняйте. Эта херня будет проходить. Поэтому голубей надо держать чистоте. У нас же много селекционеров. Каждый хочет свою породу выводить. Но я всегда что говорю? Селекция, то совершенство некачества. Не надо вам новых пород. Вы попробуйте удержать, усовершенствовать старую породу. Старых пород у деда. Вот понимаете, научитесь на великах кататься. Не надо вам велики строить. Понимаете? Не надо. Вы просто научитесь кататься. А тут получается как? Кататься на велике не умеют, но велик хочет построить. И вот такая, такая песня постоянная. Эту дырочку надо спустить, иначе она опять останется. Опять останется. Хороший, хоть голубь там. О, пескучик соскочил. Давай, дурак. Вниз. Вниз, 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 вниз. Не смеется, не смеется. Она тоже, кстати, очень старая, уже не молодая. Да, даже старая. Это кто такой? Это мелочи. Интересно, кто такой. Видите, как стоит. Это мелочевка. Это все пескуных, дорогие мои. Это не взрослая птица. Видите? И все это птица уйдет. Так, ну что, дорогие мои. На этом я пока поставлю на паузу. Это была полезная часть. Вы узнали, почему. Почему голуби перестают бить. То есть реально ответ я уже вам дам. Не надо мешать бульдог с носорогом, а надо держать породу в чистоте. И очень огромное влияние еще бывает. У нас сейчас, наверное, 95% голубятников своих голубей поруют внутри голубятни, внутри линии свои. Мать с сыном, отец с дочкой, дед с внучкой, брат с сестрой. В общем, это тоже очень сильно влияет. Очень сильно влияет. Понимаете? Поэтому перестаньте херной страдать. Занимайтесь нормальной птицей. И у вас это все получится. То есть вот две причины. И бридинг, и селекция. Так называемая селекция. Еще раз. Селекция это усовершенствование качества. Когда человек берет пару, да, там одну, другой, и получает два отрицательного результата, это не селекция, это антиселекция. Потому что в обоих случаях он потерял, потерял лед. Вот если бы он бы взял, паровал, получил, что это, да, птенцы летают дольше, чем пакистанцы и бьют лучше, чем бакинцы, вот это можно было называть селекцией. Но нет, ничего подобного. Ладно, мир у мир голубям небо, потом продолжим. Дорогие мои, ну, как и говорил, будет полезность, приятно. Вот смотрите, какая косота. Сейчас я корм кину, а он поплават, кушать. Сказка. Не знаю, насколько передается. Это петушок. Ля-пута. Не то же голуби. Радует нас. но еще и рыбки так же. Ну, это вот я. Мне здесь было 20 лет всего на все. Какой серьезный человек был. Пойдем дальше. Ну, как быть. Смерть продолжается. Это вот другой. Это уже большой. Здесь на 400 литров аквариум. сейчас я корм корма кину, Ну, вот видите, мостер выходит. Меня увидели, собирается. Я еще корма не кинул. Это вот акула. Видите, акул и сам называется. Растения все живые. Видите, на камне даже растут. Сейчас начнем прям. Это вот самодельная система CO-газа. Подача CO-газа. Вот этот счетчик из обычной системы. капельницы делал. Поменьше синодонты называются. Вот эти двой синодонты. Это вилчатые синодонты. Они еще плавают так вверх пузырь. Любят плавать. Вот эти любимые мои рыбки. Один из любимых гереки. Очищает все. Так, а где мои лобежки? Тут крупные лобежки. Есть еще парочка. Это вот минорчики. лобежки. Это вот ботцы мраморные. Сиамские водоростоеды. Там голубые гурами. Еще кулярьнее. Ну вот этот покрупнее голубой гурами. Скаляри. Вот это тоже крупный водоростоед. называется. И кофе жарить. Ага. Апись. Сейчас еще и кофе буду пить. Так, а где мои лобежки что-то спрятались? Это тоже одни из самых любимых моих рыбок. Только их не вижу я. Да, растения вот эти. Вот нимфии. Эфинодорисы. Всякие лимонники. Тоже эфинодорисы разные. Но здесь пока еще биобалаз не выровнен. на это тоже время нужно. Пока оно выровнется. В интернете плавает. Так. Думаю лобежки ну вот лобежкам вот спрятался засранец. Вот это но это маленький с красненьким холостиком очень холостые рыбки. Да маленький есть у меня в другом аквариуме. из этих же ну это относительно маленький. Там есть еще крупнее чем этот. Им уже много много лет вот этим рыбкам. и как назло понимаете не только голубик а вот хвостик. хвостик. Вот вот он спрятался опять засранец. какой какой кайф. растение прямо на камне вот привязал они вот так растут на камне. неплохо красиво. Ну по крайней мере мне нравится. Видите вот камушки просверлил. специальные сверла для плитки. Они камни тоже сверлили. Просверлил повесил как грузик. И вот так они висят тут. Сейчас перейдем к другим аквариуму. И говорю вот возле каждого аквариума что-то тут кресло там кресло качалка там тоже кресло чтобы сидел катался. Ну это панорамный аквариум называется. как бы полукругой. Это другой. Сейчас он показывает. Это тоже подача ЦУ газа. Подача ЦУ газа идет. Это наши скалярии. Вот этот самец. Это самка. Это пара. там следующем аквариуме их мальки плавают. Тоже там есть другие пары. Это вот кой. Это золотая рыбка. Вот вот земчужины горами горами. Таким сваливая скалярии. Вот видите. Ну растение здесь лучше растет, чем там. Более мере биобаланс уже выравился. вот вот заиск они это растение с другого аквариума сюда перекинул. Видите, вот на нем вот на листике черные такие борода называются. Это вот с того аквариума, с большого сюда перекинул. а вот вот здесь нормально. То есть нужно их и на доросу. Видите, здесь листики как хорошо, красиво растет. Видите, это молодые кустики. Тоже видите. А это малинезия и щелк этот самец черный. тут кутифаландра вот генеджа. Смотри, как хорошо растет тут. Тут по-моему у меня икру положили, что ли? Походу, да. На листики. Надо посмотреть, кто икру. Да. А, не, не икра, это воздух. Думал, икру положили. Ну, вот на листике вот так скаляли икру, вот как, вот видите. Да, нет, вроде. Вроде на икру похоже, да? Да, вроде икру положили. Вот на листике вот так кладут они икру. А, икра. Видите. Надо посмотреть, какая пара начала положить. Они листик начинают почистить и потом самка откладывает икреньки. Попробую найти, показать. Да, вот эта пара вот икры вот снизу. Вот видите, так, это трубочка должна внизу торчать у них. Самка откладывает яйца, а сам яйца поливает, но потом двоем охраняет они. Видите, там территорию они свою наметили. Сейчас будут мистик чистить. какой-нибудь листик подбирает начинает. Это вот, видите, чистит листик. Они же будут потом откладывать. Да, да, А это цветочек от анубиса. Видите, накалу похожий. выходит. легче снимать. Вот накал упал тоже. Вот один вот там второй цветочек тоже. И бутончик еще. Ну, тут скалять бешок вот. И вот бутончик даже то, что выходит тоже. Видите, цветет вот так цветет анубис растений. Да. Ну, а тут здесь на 300 литров варшвайра. Тут у нас клоун бутсы, джибирики, свеченосцы, горами, скаляри, брии. и сколько же их тут. Сейчас скажу, тут более 200 штук скаляри и более 100 штук только этих меченосцев. И плюс там бурами, бурами. Тут вот сверху дырочка есть, видите, спец опять. И пошло поехало. кипиш начался. Вот многие говорят, что у аквариумных рыбок нет памяти. Они ничего не запоминают, они там по это, да, там чуть ли не безбозгуют. Но на самом деле это не так. прикольные рыбки. Тоже нравится мне рыбка. Это тоже нефея. Растения тоже эхинодорусы, амазонка, анубисы, лимонки, лидвиги. Разные. лимонки разные. Там есть мелколесные, есть крупнолесные лимонки, криптокорины, папоротник индийский или как его называют. Дорогие мои, ну это малек от той пары. Видите, сейчас наверное увеличу, подтяну, чтобы вы видели. И вот смотрите, вот это, когда я показываю голубей в небе, в точке там, и это, внизу, вот нас так вот, тут практически не видно. Они вчера вылупились. Видите, сколько их там. Но Ганель говорит, что у меня получилось почти сто процентов вылупились. вот сейчас их кормим Артеми, специальный корм для них тоже приготовляется. Ну это вот, видите, какие крупненькие они появляются. Вот, смотрите, уже малявки. не знаю, штук 300, может, больше будет икреньки это, этих, малька. Вот, видите, каких размеров малышки. проводят. Это вот, как, как детский сад яслин. Вот, вот, листик, который внутри полностью было забито икринками. Вот, как же, на том, где я покажал икру. Видите, представьте, себе, весь лист усыпано просто икринками становится. вот этих несколько штук пока. Надо посмотреть, кто из них положил икру. Ну, тоже же кайф, понимаете, не хуже, чем голуби. Ну, понимаете, как эти. Если человек привязан с природой, то он во все привязан. Как это, да, там, муха в любом месте найдет говно, а пчела везде найдет цветочек. Понимаете, это вот натура человеческая. Кайфово, вечером садишься с одного на другое переходишь в идею. так, я тут, по-моему, даже седали сверху ключи. Ну, это же голубой свет у меня. Видите? Вот, я вот подхожу к аквариуму, да, вот, вот, провожу, а они здесь вот так со мной пойдут. Видите? они прекрасно знают, кто их кормит. Видите? Ну, теперь пойдем к другому. Дорогие мои, ну, а это вот мой самый любимый аквариум. Ну, хотя те, видите, современные, модные. Да, ну, а это старичок. Это в 94-м году я купил, и то я купил с лук, а не новый. Им уже было там несколько лет. Из нержавейки каркаса, дно нержавеечное. Вот так вот, да, Савдеповский аквариум, короче, скажем так, но в то время Савдеповский такой. Это, да, современный Савдеповский был. Потому что нержавеечный каркас, тяжело было найти. Ну, теперь посмотрим, что тут творится. Понимаете, тут яркое объяснение тому, что выживает сильнейший. Видите, вон, малевок плавает. Здесь вы куда шусли. Полно, малька полно тут плавает. вот они. Не знаю, попадая, не попадая. Вот они. Это маленькие. там по несколько миллиметров даже сантиметра нет. Вот они плавают и выживают. представляете, крупные не едят анциструсы у меня. Видите, вот рогатые такие. Их тоже там много, немало, там сколько, штук, 10 или 12 их. вот это с рогатыми рогами это самец. Вот это самка без рожек. Есть, они желтые. А вот она, желтая. Ну, липучки такие, Ну, тут еще и гереки, они тоже липучки тоже очищают. Ну, это не фея, такой благородный куст. Это вот называется Апанагитон живородяши. Вот он дает стебелечек, на стебельке появляются вот такие костики дают, ну, отростки получается, корни дают и сбрасывает. Ну, вот, когда сбрасывает, уже сажайте в землю его. Да, он тоже анциструсы. Тут еще много креветок, а это вот у нас улитки нейриотина. В общем, это вот зебра, а есть еще и леопард. Вон там венесвелский сумик, там голд, а тут есть еще и блэйк черный, где они, это вот креветки черные, есть еще и вишня. Тут столько живности есть, понимаете, на первый взгляд ничего нету. Ну, а когда внимательно начнете смотреть, столько всего его есть красные креветки, а вот он черненький, травы едят, и там их там полно, вот она, видите, лазит по кустикам. Это вот водорослоеды, тоже вот водорослеед, это вот лаби биколор, вот то, что там крупные, один из любимых рыбок моих, люблю их, жемчужек люблю, этих люблю, лаби, дискуссов, конечно, люблю, но тут разные, тут и голубые неоны, и красные неоны есть, и черные неоны есть, ну, хватает как бы, ну, этот вот травник у меня, аквариум травник, тут все, видите, как шикарно растет, и вы не поверите, здесь тоже уход нужен, уход, 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 понимаете, просто так она не растет, постоянно надо заниматься, а это велифер тоже, серые, желтые, черные есть там, черно-желтые, молодые, самочка тоже черная, а тут малек, желтенький, ну, как вы поняли, выживают, живут, тут и губежки тоже есть, тут они попрятались с красивыми хвостами рыбки, ну, сейчас я корму кину, пусть собирается, карапузики вон повылезли, шустрятся, не знаю, видите или не видим, он желтенький такой, желтый, черный, там, губежки маленький, и там еще, они прячутся в этой крови, они маленькие, раз попробую найти, да, ну, это вот для этих, для анцистрасов гнездах, вот они, тоже мох, вот, и вы не поверите, когда с крана наливаете чистую воду в аквариум, ну, вроде чистая вода, она мутная, она грязная, и через день-два, после того, когда фильтра работает, очищает это вода, вода становится вот таким прозрачным, становится прозрачным, о, креветки белки, там плавают, не видно, не видно, не видно, не видно, ну, их тут много, их там, ну, очень много, немало, там, чтоб по 50, наверное, черных и красных, если они прячутся в этом, жирности тут до хрена, коридорус, вот этот голд, сомнике таки, а есть, вот он, ну, не знаю, передается или не передается, есть еще и черный, они, блайт называются, это вот голд, а вот он, блайт там, тут, видите, сколько всего приятного, интересного, вон они, анцистрасы повылезли, тут вот, раз, два, три, четыре, это вот красные неончики, как бы вот так, дорогие мои, не ромер, голубям небо, а рыбкам в отводы, все isot真的, мы, мы Immediate бы, ну, them,